Третий тур верхней сетки. В этот раз мы с вами будем смотреть матча PvP. В правом нижнем углу появляется Max Pax, один из главных претендентов на квоту в этой квалификации. Среди тех, кто квоту еще не получил, соответственно. И в левом нижнем углу Hellraiser. Ну, хотелось бы верить, что он тоже претендует. Пока претендует очень даже. Он обыграл Manu в предыдущем туре со счетом 2-1. Мы не видели игр, но судя по продолжительности, там была какая-то суровая макро. Ну, а здесь, что будет пока непонятно, но понятно, что Max Pax будет играть свой фирменный на старте билд. Это Gate Nexus с кибернеткой, с Астергейтом. Билдордер, который этот протос играет на любой карте с любым соперником. Ну, за редким исключением, когда он не фотонит. Но я, честно говоря, даже не помню, когда я последний раз видел за фотона от Max Pax. Фотонит иногда Hellraiser. Но, снова-таки, фотонить фотонщика не всегда крутая идея, на самом деле. Потому что довольно очевидно, что фотонщики очень хорошо знают, как отбиваться от фотонок. Поэтому, возможно, Hellraiser лучше тоже играть какие-то другие билды. Но вот в данном случае он просто зеркалит билд оппонента. Довольно неприятно, мне кажется, играть против игрока, у которого очень хорошо поставлен билд в Gate Nexus. То есть, если он отбивается от большинства стандартных контрстратегий, то, следовательно, ты должен или априори играть из отставания, да? Ну, либо, в конце концов, играть то же самое. Но если у тебя, например, не очень много опыта по игре в Gate Nexus, то, наверное, соперник сыграет его лучше. И ты как бы уже снова в отставании. Но посмотрим, в принципе, Hell один из сравнительно изобретательных игроков. Давайте так это назовем. Так, погодите, а я же прогноз вам не дал, да? Не дал, давайте быстренько. Hell versus Max Pax. Hell, Max Pax. Сколько? Да, 5 минут вообще. Легчайше, мне кажется, тут будет макроигра. Все еще пробочка живет. Max Pax тоже поставил пилон. Hell даже достроил пилон. А вот Max Pax, похоже, пилон перезакладывает. Да, и поэтому... Соответственно, у него есть возможность... Был... Нет, ладно, окей. Была возможность отменить, но он решил не отменять. В итоге у Hellraiser это Twilight. А там заказан Oracle. Ну, я думаю, что это просто Blink. Так как Hell знает, что Max Pax играет в Stargate, потому что все об этом знают. Тут даже можно не разведывать. То очевидно, что там должен быть Oracle. А он тоже... Он его даже видел, да? Так что это вряд ли дарки. Это, скорее всего, просто Blink. Я так думаю. Ну, давайте смотреть. Да, пока Blink заказан. Второй Nexus заказан. Oracle летит вперед. Дальше. Phoenix. Окей. Иногда Max Pax дальше, в общем, ничего не строит. И вообще, некоторые Protoss'ы даже пробивают Stargate. Но у красного Protoss'а не глухая стенка, поэтому нет смысла Stargate пробивать. Oracle тут нарезает круги. Max Pax приходит даже в подпуш. Hellraiser, кстати, наглухо перекрылся внезапно. Если честно, вообще я не понимаю, с чего вдруг Max Pax ставит свой Twilight. Там тем временем Форджа. Не знаю, зачем Hellraiser глухая стенка. Чё он такого ожидал? Адептов боялся. Может быть, расчёт в том, что у него пока довольно мало сталкеров. И поскольку он на мейне прикрывает сталкерами минеральную линию от Oracle, то на натурале могут запрыгнуть адепты. И типа, надо поставить стенку. Ну, наверное, какая-то такая логика. Ну, Max Pax играет в сталкеров, а вовсе не в адептов. Прикольный филд. Oracle всё равно находит возможность залететь в минеральную линию. Больше возможностей у него в этой игре уже не будет. А Феникса, кстати говоря, Max Pax, получается, отменил. Увидел, видимо, блинг. Отменил Феникса, пошёл в свой Twilight и в свой блинг. В свою Форджу. Но только всё это, правда, позже. Но зато третий Нексус раньше. Хелл решил, что это не царское дело. Видимо, сталкерам пилоны пробивать. Так что над этим работала только пробочка. Max Pax тем временем, выходит, ставит прокси пилон для будущих доварпов на середину карты. Хелл выдвигается вперёд в сторону третьего Нексуса оппонента. Девять сталкеров на шесть плюс в центре. Ну, очевидно, что у Холлорейзера преимущество. У него ещё и блинг раньше доделался. Но, правда, пока он отдаёт первого сталкера. Второго уже отблинкивает. Но всё равно странные микроошибки. Эх, вот сейчас было красиво. Max Pax ставит даже гейт, чтобы этот довар был быстрый. Ну и пара адептов. Холлрейдер чё-то как-то пока совсем не спешит, да, с третий? Только сейчас выходит пробка. Тут уже качает базу. Качает как басы из подъехавшей девятки. К вам под окна в три часа ночи. А тут Max Pax успевает подойти на эту позицию. Он охал всё равно отключает гейт, убивает пилон. Успел, да, пусть ценой в сталкера. Но в любом случае у соперника теперь нет возможности быстро додавить. Звучит как хороший трейд. Надо сюда приводить новую пробку теперь. Старая пробка погибла. И Max Pax тут Харас буквально четырьмя сталкерами затеял. Затейник. По шифту аккуратненько. А может и нет, может и вручную, не знаю. В любом случае сталкеры приходят. Холлрейдер поздно обращает на это внимание. Зато он успел выйти и убить этот гейт. Возвращает он домой не только лишь всех сталкеров. И здесь одного убивает. Ну, давайте вот такую табличку посмотрим. Пока всё очень ровненько. Буквально 150 газа на оракула. В остальном игра очень ровная, очень близкая. 17 сталкеров на 11. Есть преимущество у Холлрейдера в боевой силе. И есть у Холлрейдера уже чардж. Но вот опять-таки, пока он приходит в атаку, соперника тоже доделывается. С блинком такая же была история. Поэтому тайминговое окно закрывается, к сожалению. Пролетает иллюзия. Да, Холл, кстати, вынужден довольствоваться. Такой вот. Инфой, добытый боем. Потому что у него в Сантре нет. Как следствие, нет иллюзий. Не питает иллюзий, Холл. Ну что, газы. Вот-вот будет готов Даркшрайн. Доделывается Робобей. Наверное, второй роботик снизу горами. Максимум за туманами. Вечными пьяными. Сомнительно выглядит пилон, будто он блочит Нексус. Подозреваю, что, наверное, не блочит. Рау, стремно как-то. Наверное, Макс Пакс примерился. Как следует. А может быть, уже просто по клеточкам тут запомним. Все, что куда ставить. Хелл ставит Нексус на золоте. В итоге даже особо и не позже, чем соперник. Даркшрайн давно уже есть у Холлрейзера. Пока он его никак не использует. Преимущество по апгрейд на атаку тоже не использует. В принципе, такое ощущение, что его на многих этапах игры было чуть побольше. Но все это он не использовал. Ну а теперь к нему приходит оппонент, которого таки стало больше. У него уже есть и дизрапторы, и Мортал. И сталкеров банально больше. Но разве что грейды все еще были 2-0 на 1-0. Но Макс Пакс дожидается ему. Доезжает второй грейд. Но правда здесь он дерется под батарейками. У Холлрейзера появились свои дизрапторы. Он их не палит и стреляет только сейчас. Макс Пакс теряет треть армии на первом же взрыве. Вот это прекрасное начало для Хелла. Сейчас надо сразу же запушивать. Нет? Не получится. Видимо, новые дизы подошли. Хелл очень осторожничает. Ну, его можно понять. Такой непростой оппонент. И вроде все хорошо, да? В любом случае преимущество, что никуда не делось. Пусть он в любом случае вот так вот выстрелил. Да. На 2,5. Ну, сейчас Макс Пакс начинает как-то выкручиваться. Как бы не оказалось, что выкрутится. По пробкам подровнялись. Протосы. Прыжок вперед. Вперед, наверное, надо. Да, Хелл так и делает. Выбивает дизрапторов идеально. И сфера прилетает по Макс Паксу. Но как-то датский Протос очень странно играет. Как будто он считал, что это какой-то некалиброванный баркод. Знаете, ну, бас из платины. А тут внезапно оказался против него ГМЛ. И как бы его просто жизнь не готовила. Что там и сферы полетят из темноты. И будут грейды по таймингу. И вообще, что за фигня? Второй сет. Я прям на автомате уже. Нет-нет, впереди не Макс Пакс. Впереди Хеллрейзер. В правом верхнем углу появляется датский Протос. Как-то он красного цвета. Будет играть снова-таки свой фирменный билд. Но вполне справедливо. Он полагает, что проблема была не в билде. И в левом нижнем углу Хеллрейзер. Который тоже собирается снова играть в Гейт Нексус. Но... С моей точки зрения это логично. Какой смысл улынить Макс Пакса? Если у него явно огромнейший опыт отбиваться. Как отбиваться от всех этих улынов? Потому что все против него их играют. Если вместо этого можно с ним, так сказать, его же оружием. Приезжает Хеллрейзер. У него два газа. Чуть-чуть пораньше. Но это не особо важно. Там все равно пробки на газы отправляются по ралли-поинтам. Ну и начинается история. Раньше мы на картеоксид такие часто наблюдали. Когда оба как бы играют в ранний Нексус. Но на самом деле нет. Но если помните, на одном из стримов у нас приглашенным экспертом был Скиллоус. И он говорил, что это стоит того. То есть играть по экономике Гейт Нексус стоит того. Даже если тебе вот так долго этот самый Нексус блочит. Все равно получается выгодный билд. Хеллрейзер такой пробку ткнул. Ты что забыл? Мы же договаривались. Сценарий же перепроверяли столько раз. Ну, пилон надо сейчас ставить. И Макс Пакс такой... Ой, да-да-да, точно. Ссори. Забыл. Ну, Макс Пакс не Дэниел Крейг. Он не может прийти на съемки и выучить 300 страниц диалогов. Поэтому и зарабатывает чуть поменьше пока что. Конечно, последний фильм с Дэниелом Крейгом, наверное, понравился. Не только лишь всем. Тот, который про 007 и Алекс тут ни при чем. Но, скоро будет достать ножи. Ждем чего-нибудь более захватывающее. Ну, пока Макс Пакс начинает с Зилота. А вот Хеллрейзер интересным образом решил обойтись без Зилота, несмотря на то, что ему блочили Нексус тоже, как обычно, этим пилоном. В итоге у него два сталкера. Там Зилот сталкер. Да, но Хелл играет снова без Сторгита, как минимум пока. Он предпочитает добавить батарейку на Мэйня. Против первого Оракула, насколько я помню, в предыдущем сети ее не было вроде бы. Ну, и теперь от Оракула будет отбиваться немножечко проще теоретически, плюс не придется перекрываться наглухо, потому что сталкеров можно держать просто на натурале. Да, но правда тут сталкеров есть, кем отвлечь. Тут вообще Зилот адепт, сталкер, Оракул. Всех по одному настроил Макс Пакс. Оракул у него пролетает на Мэйн, но Хеллу пока можно не париться, поскольку там батарейка. И в этой протасовской любви она еще пока не села, так что все в порядке, вилки-ложки устраивают. Ловушечка, но Хеллрейдер четко. А я, кстати, еще не понял, что это он всех рабов от одного адепта сорвал. А там Оракул был, оказывается. Хеллрейдер пока безошибочно. Такое чувство, что мы наблюдаем, вы знаете, очередной пик формы Хеллрейдера. Очень достойные игры от него были на европейском челленджере. Ну и теперь вот на ТСЛ. Прям хочется за Хелла поболеть. Смотрите, сейчас один раз Макс Пакса дожать, да? Потом ПВЗ вроде хорошее. Конечно, Ламба очень сильная, понятно. Ладно, давайте не будем спешить. Это всегда плохая практика, начинать прикидывать шансы, там, знаете, делить шкуру неубитого медведя. Потому что пока медведь сам приходит в атаку, и у Хеллрейдера пока нету блинка, и вообще ничего особо нету, а Макс Пакс взял и... На самом деле у него 41 рабочий, то есть он не то чтобы улынет, просто сделал грелку и пришел. Ну, вынужден Хелл выводить пробок. Так-то, в общем и целом, он вроде даже отбивается. Макс Пакс не хочет отдавать Войдра, Яхлрейдер тоже тут аккуратно играет, у него-то нет вижена. Но ему очень хочется дожать этих юнитов, понимает, что там совсем мало хп, но уже сейчас восстанавливаются щиты. С другой стороны, пока он дойдет, там же будет блинк, но нет, Хелл все-таки решает сдать назад. Он, конечно, не Фраер, Фраер это другой протез, который не играет, к сожалению. По геополитическим причинам, давайте так это назовем, его регион перестал быть частью системы соревновательного киберспорта. Но в любом случае, наверное, к 2021-му Фраер завершил бы уже карьеру. Ну, а тем временем, Хеллрейдер приходит в контр-атаку. Вряд ли он отменит тут третий Нексус, он может Грелку, да, фокуснуть. Очень красиво Макс Пактнер заорывается, забирает Сталкера. А у него тоже есть блин, да, логично. Так что к Хеллрейдеру тут лучше не зарываться особо. Ну, Хеллрейдер просто ставит свой третий Нексус, в этот раз, кстати, даже и не позже, чем у оппонента. Но, правда, у оппонента в этот раз не позже Грейды, чем у Хеллрейдера, так что оба немножечко подкорректировали свои билды. У Хелла есть форсфилд, очень аккуратная. Микро, ну, Сентряк погибла. Сентрик блинка не завезли. Пока. Когда речь идет о бафах Протосов, всегда стоит осторожно добавлять слово «пока». Не то, чтобы я думал, что завтра кто-то апнет Протосов. Не то, чтобы я был уверен, что вообще в СК-2 будут еще изменения баланса, когда бы то ни было. Макс Пакс прыгает вперед, чтобы фокуснуть Иммортала. Ну, это такое обязывающее решение. А впереди по Сталкерам, да. Ну, там есть батарейка, но, правда, батарейка есть только на третий. А на второй, тем временем, отключаются два гейта у Хелла. И так было 4 на 5. Теперь у него 2 на 5. Он спасает Сталкеров. Даже не знаю, что с ними делать. То ли рекол нажимать, то ли подкрепление перехватывать. Выходит Иммортал. Да, к сожалению, без Сталкеров он не столь эффективен. Да, он помог одного Сталкера убрать, но убить, в смысле. Но размен один в один, конечно, не выгоден. И Хелл на тысячу ресурсов уже менее эффективно разменялся в этой игре. У него вроде чардж на подходе. Новые Имморталы скоро будут. Ну, вот так вот Макс Пакс запушивает. Просто блинков. Третий Имморт. В третий раз Хелл закинул Невод. Но, к сожалению, золотая рыбка не ловится. Ни большая, ни маленькая. Ловится только единичка. В этот счет. И мы отправляемся в Десайнер. 2000 атмосфер. Третий сет. В правом верхнем углу появляется Макс Пакс. В левом нижнем Хеллрейзер. И кажется, он что-то удумал. У него пробка отправляется вперед. Очень рано в этот раз. У меня есть подозрение, что это билд-ордер. Два прокси-гейта в форджу. Есть такой очень сильный билд в матчапе ПВП. Который очень тяжело отбить, когда ты его не разведал. И нюанс в том, что Макс Пакс, как мы видим, вообще не разведывает. Он ставит гейт Нексуса только потом. Ну, ладно, не после Нексуса, после гейта едем. После гейта может быть уже поздно. У Хелла, видите, как выверена позиция. Чтобы соперник проехал мимо и точно не заметил. Ну, дальше он, видимо, выйдет, будет ставить второй гейт. Да, но вероятно, будет уже поздно. Очень сильная луна исполняет Хеллрейзер. Один из самых опасных билдов в игре. Ну, понятно, что в разных матчапах билды совсем разные. Но, в общем, вы понимаете. Пробка проезжает наверх. Я, кстати... А, ну, видимо, Хеллрейзер просто до последнего изображает стандарт. Ну, Макс Пакс уже проехал, он уже видит, что тут ничего нет. Выходит, ставит контр-форджу. Мотаем на ус, если что. Потому что, опять-таки, фотонить фотонщика. Хелл лепит пилон, но у него пробка уже на желтых ХП. Я, честно говоря, настоятельно рекомендовал бы ему привезти запасную пробку. Сколько мы видели игр, где просто пробка погибает. Особенно в ПВП. Ладно, в ПВЗ это не так часто бывает. Хотя тоже случается. Ну, и игра на этом проиграна. Все, типа, конечно. Фотонка раз, фотонка два. Ну, в принципе, наверное, пробку он не потеряет. Отменена фотонка. Хелл должен поставить новый. Выходит, два зил. Это там один на второй будет вот-вот готов. Ну, то есть... Да, вот. Пробка минус. Все. Логика в том, что, как ни крути, у соперника всегда чуть-чуть будет меньше юнитов. Да, потому что у тебя два гейта, у него один. Но у него будет сталкер. А с другой стороны, куда он выйдет? Ему выходить только вперед. Он, соответственно, не сможет как-то потянуть время. Тут Холлрейдер добивает зилота. Другой зилот прорывается вперед. Здесь у Макс Пакса второй пилон-то строится. Но первые отключены. Фатонки отключены. У Хелла одна фотонка. Ее начинает бить сталкер. Эти фотонки запитаны. Но Холлрейдер фокусит именно пилон. И отключает фотонки снова. Приезжает новая пробка. Ставит пилон в стенку. И зилоты проходят на мейн. Там с ними дерутся пробки. Сталкер начинает бить пилон Холлрейдеру. А здесь достроит лыс батарейка. Снова запитаны фотонки. И Хелл свою фотонку потерял. Да, но пробками убить зилотов так-то легко не получилось. Убит только зилот, у которого было низкое количество ХП. Сталкер. Видимо не получается. У Макс Пакса все одновременно микрить. Он по идее мог бы ходить стрелять в пилон. Но он просто отходит под фотонки. Ставит Старгейт. Он стабилизировал ситуацию. Но он потерял очень много рабочих. Но 14 все-таки еще живут. При этом, как мы понимаем, у Хелла технологий особо нет. Он только-только ставит кибернетку. Тут уже Старгейт на середине. Но рабочих 10 на 21. И есть Фарджа. То есть Хелл, в принципе, может поставить пилон, фотонку. Он не будет бояться Оракула. Но я бы на месте Макс Пакса заказал Вейдрея в такой ситуации. Но я знаю, что прогеймеры часто выбирают Оракула. Это, кстати, Хелл ставит пилон, если че. Но я не вижу пробки. А вот новая пробка на подъезде. Ну, по идее, конечно, здесь никак Хелл не должен достроить эти фотонки. Если бы пилон был хоть чуть подальше. То есть тут, видите, да, в чем проблема? Зилоты не могут потянуть время. Да, ну, Хеллрейдер. Не знаю. Не то, что не правильно. Короче, не стратежно поставил пилон. Если бы он поставил подальше. Ну, наверное, он-то хотел, чтобы до стенки добивали фотонки. Не знаю. По-моему, круто было бы все это не делать. И круто было бы ставить Нексус. Или как-то дома идти в технологии. Именно реализовывать преимущество по экономике. Хеллрейдер хочет запушить сталкерами. Так реализовать преимущество по экономике быстро. Я не знаю, оптимально ли это он. Но он отменил фотонки, по крайней мере. То есть, он не то, чтобы очень много вложил в это все. А тут он начинает потихоньку пинать все, до чего дотягивается. Все, до чего не дотягиваются фотонки, собственно. Грейд на варп тоже заказан. Вот пошел Нексус сюда. Окей. Хеллрейдер пробивает. В смысле, Хеллрейдер Ру, Макс Пакс пробивает батарейку. Ну, Хелл с этим ничего не мог сделать. Он тыкал войдрея, но войдрея сам стоял под батарейками. Ох уж, это ПВП. Ну, и в итоге, пока у них есть энергия, ничего не потеряно. Кроме этого Сталкера, конечно. Но Сталкер Хеллрейдеровский. Так что у Макс Пакса по-прежнему ничего не потеряно. Включается разогрев. Минус пилон. Да, у Макс Пакса юниты просто бессмертные. Но для Хеллрейдера это все совершенно не катастрофа. Он воюет за эту позицию просто для того, чтобы не отдавать гейты. Потому что, естественно, если он бросит ее и уйдет домой, то гейты будут уничтожены. А он, как минимум, еще с них может поварпать. Так что, в принципе, какого черта ему их отдавать? Ну, сложность, естественно, только в том, что у него как бы тут игра на два фронта. Но, с другой стороны, какой второй фронт вы здесь видите? Оракула нет. Все грелки находятся здесь. Пока адепты не прокатывают. Но в какой-то момент Макс Пакс может упустить тени. Если Хелл прокинет адептов на мейн, то, скорее всего, он победит почти сразу. Потому что там нечем быстро их убить. И они штук пять пробок минимум уничтожат. А там у Хелла уже 30. У него добывает вторая база. Он бустит вообще рабочих. А не гейты и ничего такое. И просто тянет время сталкерами. Очень грамотно играет. Да, ну и тем временем просто три гейта варпаем сталкеров. Нет времени объяснять. Скоро и Твайлайт, наверное, пойдет с блинком. Но пока денег особо нет. Ну, вот сейчас, например, 150 минералов есть. Но, опять-таки, еще не все пробки готовы. Но уже скоро минеральная линия на натурале будет полностью заполнена. Особенно учитывая, что минеральные кристаллы на главной базе вот-вот закончатся. Уже один закончился. И у Макс Пакса тоже. Так что... А Хеллрейзер все. Не хочет больше рисковать. Как бы три грелки с разогревом. Шуток не любят. Сами никак... Сами не шутят и шуток не понимают. Так что... Хеллрейзер будет надежно реализовывать преимущества. Буст в блинк. Прекрасный выбор. И дальше батарейки. Макс Пакс вынужден будет, я думаю, медленно разыгрывать эту партию. Я лично не вижу для него никакой опции пойти вперед прямо сейчас. Он все-таки пропускает этих адептов. Ну, сейчас чуть другая ситуация на карте. Хотя все равно пять пробок. Даже в такой ситуации, когда не нужно сдерживать сталкеров в лоб, все равно минус пять. Ну, потому что два адепта в пвп это такая жесть вообще. Очень некомфортный матчап в пвп, конечно, на самом деле. Потому что, во-первых, эти зафатоны дурацкие. Во-вторых, эти адепты дурацкие. В-третьих, эти дарки дурацкие. Короче. Очень специфический матчап. Очень сложно играть этот матчап и чувствовать себя комфортно. Знаете, что... Типа я вот играю свой билд, он плюс-минус от всего надежно защищается. Нет, в пвп такого, наверное, не бывает. Минус оракул. Хлрайзер четко отработал. Ну что, 48 на 71. Лимит. Хелл впереди по боевому. Хелл впереди по рабочим. Макспакс впереди по грелкам. Ну что, или затащат хэштег грелка буст. Давайте все договоримся. Если затащат грелка буст, то каждый из вас идет в магазин и покупает футболку грелка буст. Можете даже выбрать либо с зелеными рукавами, либо с белыми. У нас вообще с тех пор еще пара обновлений есть, тоже посвященных грелкам и протасам в магазине. Как раз про Хеллрейзер мы же в макро играем. Вот, очень хорошо подходит. Но правда там на картинке грелки командный центр добивают. Нельзя же просто так не поиграть на нежных чувствах терна. Пока Хеллрейзер разыгрывает свою карту под названием Блинк. А Макспакс даже не запитывает гейт. Он просто играет в массовый дрейв. Играет в тот стиль, который сам Хеллрейзер время от времени использует в пвп. Ну для Хелла это, наверное, скорее хорошая новость, чем плохая. Чисто теоретически он должен очень хорошо понимать, как против этого играть. Ну в данном случае он использует просто крит-массу сталкеров. У него их все-таки 16 штук, и он может ваншотить грелки. Поэтому грелки тоже не могут особо нагреть даже под батарейками. Ну и тут потихоньку Хеллрейзер, так сказать, откусывает всякие ненужные здания. Есть такие жутковатые. Ладно, давайте чуть попозже. Вот, собственно, Хелл показывает нам ваншот грелок. Еще один прыжок, еще одна грелка. Правда, тут надо быть осторожным, потому что есть разогрев. И потому что прямо сейчас они стоят под батарейками. Если сталкеры не все стреляют, урон отхиливается. Ну, в итоге Хелл вроде отдал пару сталкеров. Но войдря, очевидно, дороже. А самое главное, намного дольше восстанавливается. Поэтому я все равно склонен считать, что для Хелла это нормальный размен. Как минимум они проседают по ХП. И в следующий раз их будет легче заснайпить. В романе Нила Стивенсона, который я сейчас читаю, есть такие жутковатые зарисовки про последствия всяких морских боев, когда вроде плавает в море человек, держится за коробку какую-то. А потом оказывается, что нижнюю его часть уже отъели акулу. В общем, примерно так выглядит эта стенка Макс Пакса, по-моему. Все ее уже погрызли кому не лень. Акулы и насекомые снова и гвини. И даже сталкер Хеллрейзер. Но этот датский организм как-то все еще держится за жизнь. А как держится? Очень просто. Грелка в буст. Грелка в буст. Я бы даже порекомендовал Макс Паксу подходящий трек, чтобы не забывать. Но, наверное, когда не понимаешь русского, она не так хорошо заходит. Зато сталкер заходит прекрасно в простой ром. Хеллрейзер четенько, на ритме. Раз, два, три, четыре. Правый, левый. И перестрелялся Хвойд Рейв. Хеллрейзер выходит победителем из этого матча со счетом 2-1. В результате, не сказать, что очень креативный, но очень эффективный и подходящий к случаю, к стратегии оппонента заготовки. Дожимает его, реализовывает свое преимущество, побеждает и будет играть за квоту против Ламбо в матче до трех побед в следующем туре верхней сетки. Продолжение следует...